К снежной зиме готовы и дорожное специализированное учреждение Магнитогорска продемонстрировало главе города Сергею Берникову и представителям СМИ новую снегоуборочную технику. Автопарк ДСУ пополнился сразу на 26 единиц. Эта покупка была осуществлена посредством услуги финансовой аренды. Затраты на приобретение машин составили порядка 123 миллионов рублей. В обновлении автопарка ДСУ нуждалось уже давно. На службе хозяйства до сих пор состоят машины, закупленные еще в 1986 году. Постоянно выходящие из строя, малоэффективные в работе, они обходятся предприятию дороже, чем покупка новой техники. Сделав эти нехитрые подсчеты, руководство ДСУ решилось на масштабное обновление. Были закуплены мощнейшие грейдеры, погрузчики, тракторы с полным комплектом насадок и комбинированные дорожные машины, предназначенные и для летних, и для зимних работ. Данный автомобиль позволяет убирать снег, загребать его, производить подметание, то есть практически до асфальта, так как высокоскоростная щетка стоит. Позволяет распределять, начиная от химриагентов и заканчивая бескосоляной смесью, то есть все виды посыпочного материала, причем с точной дозировкой и с контролем. В летнем режиме эта чудо-машина может убирать и мыть проезжую часть, общественные остановки и ограждения. Причем ее преоборудование с летнего на зимний вариант происходит в течение полутора часов, а не за три смены, как у старой техники. Еще одним не менее важным приобретением стала дробильная машина. Позволяет нам дробить именно ветки, потому что основные затраты идут на перевозку. Почему? Потому что груз объемный, когда мы грузим ветки, вроде самосвал 15-кубовый, а везет он там буквально полторы-две тонны. То есть вот эта дробилка позволяет скомпоновать и довольно-таки серьезно сэкономить на перевозке, на транспортировке этих отходов. Глава города Сергей Бердников первым оценил все эти нововведения. Ему доложили, что пополнение парка комбинированных дорожных машин на улицах города в этом году и будет работать 18 единиц, позволит в разы увеличить скорость и качество очистки дорог от снега. Осмотрев машины и выяснив, что расходный материал у новых агрегатов всего на один сезон, Сергей Николаевич настоятельно рекомендовал уже сейчас озадачиться поиском надежных поставщиков. Нет, я к тому, что вы заранее нарабатываете, чтобы смотреть, где качественнее, где дешевле, где эффективнее. В том числе, говорю, рассматривайте наш комбинат. В целом, увиденным глава города остался очень доволен. Это действительно на сегодня самая производительная техника, поэтому я полагаю, что наша одна новая единица будет менять старых две. Старую технику мы сегодня будем списывать, убирать, будем уменьшать затраты, но и в то же время будем повышать качество уборки. Отметив, что все вложения окупят себя за пять лет, Максим Безгодов заметил, что, скорее всего, эти приобретения не станут последними. Автопарку хозяйства нужно обновляться еще на 40%. Татьяна Артюненко, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН.